Пятница не пятница, если в ней нет котиков. Ну, во-первых, есть две роскошные кисы, это Катя и я. Вот так вот сделала нам комплимент. А во-вторых, конечно же, сейчас мы посмотрим котиков пушистеньких. Я хочу вам предложить соревнование котов и собак по шахматам. Но там что-то не так с рефери. Посмотрите, есть тут судья, судья, который... Немножко филирован. Да, 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 да. Я сначала думала, он подыгрывать будет. Была такая мысль, а нет. Оказывается, котика-то судью подкупила собакам. Мне нравится, как здесь вот собакин остается абсолютно спокойным. Сама невозмутимость. Вообще. Наверняка собака, которая живет в одном доме с двумя котами, редко чему-то уже удивляется в этой жизни. Это точно. Нечемно это тратить эмоции. Это точно. Просто наблюдает. Еще иногда можно, знаете, бесконечно смотреть на что? На огонь, на воду и как котик пытается пробраться к елке. Сейчас очень много подобных видео. Давайте покажу, вы узнаете, что на что-то подобное точно натыкались. Ну а что делать? Приходится закрывать своих лесных красавиц, чтобы пушистые не покушались. И вот как это выглядит. Додумался такой. Посмотри. Так нельзя было? Посмотри на этот грустный взгляд. Сколько скорби. Надо социальную рекламу снимать. Там, знаешь, котик трогает лапкой этот защитный экран, и у него течет выразительно слеза. И в конце, да, создано при поддержке общества грустных котов. Да-да-да, примерно так. Ну, я думаю, у кого есть кот, и у кого есть елка, и нет защиты от елки, от кота, и наоборот, то это всегда грустная история. Всегда, абсолютно точно. Что-то разобьется, что-то упадется, и что-то потом будет выходить из кота забавными блестками. Поразительная картина от Александра Илютина в продолжении нашего эфира. Не переключайтесь, мы продолжим и болтать с вами. Еще немного времени будет на это. И, конечно, вернемся в нашу группу ВКонтакте. Там, я напомню, мы разыгрываем билеты на чемпионат мира по фигурному катанию.